привет аналпер в жизни каждого из нас были решения которые были эффективными но в какой-то момент времени перестали быть таковыми то есть перестали приносить пользу какие-то могут быть решения ну допустим ты пробовал что-то новое допустим ты пробовал делать бизнес у тебя что то не получилось и ты вдруг принял решение что ты плохой предприниматель либо ты воспитываешь своего ребенка где-то поступил с ним не совсем экологично и ты принял решение что ты плохая мать или ты плохой отец и дальше уже начинаешь действовать уже с таким принятым решением начинаешь плохо воспитывать своего ребенка дальше или возможно ты когда-то попробовал выступать публично тебя обсмеяли и ты принял решение что лучше никогда не быть в центре внимания и такого рода решения могут негативно влиять на твою жизнь у тебя конечно же будет какое-то свое неэффективное решение которое ты однажды принял и в этом видео мы разберем с тобой технику которая называется разрушитель решений для того чтобы ты мог переформулировать свое решение и сделать так чтобы это ограничивающее решение уже ни в коем образом не влияло на твою жизнь переходим к самой техники разрушитель решений что нужно сделать первым шагом первым шагом нужно вспомнить о том решении которое ты бы хотел изменить давай в этом видео для примера возьмем такое решение которое звучит следующим образом я плохой художник ну допустим ко мне пришел клиент который утверждает что он плохой художник окей точно также делает параллельно вместе со мной эту технику подумай то есть определи решение которое ты бы хотел изменить это может быть абсолютно любое решение может быть ты в какой-то момент перескать перестал с кем-то разговаривать стал игнорировать стал уходить от ответов это тоже принятое решение то есть ты принял решение не отвечать на звонки к примеру и такое может быть но мы будем работать с примером я плохой художник и мы определили что это решение звучит именно таким образом я плохой художник подумай об решении подумай какое это решение подумай как ты его принял просто порассуждай как ты его принял когда ты его принял как это решение неэффективно влияет на твою жизнь вот первый шаг определиться с решением которое ты хочешь изменить подумай немного о нем как ты его принял как давно как она негативно влияет на твою жизнь и остановить можешь записать его на листе бумаги дальше мы переходим к второму шагу второй шаг называется эффективное решение сейчас нужно на некоторое время забыть о первом шаге и о первом решении но так периферийно его помнить и принять новое решение то есть если в моем случае в моем примере человек принял решение и сказал сам себе что я плохой художник то в этом случае можно каким образом здесь реформировать это решение например я хороший художник либо я выдающийся художник я самый лучший художник здесь нужно подумать как бы ты хотел сформулировать это решение как бы ты хотел принимать решения уже в будущем сейчас поясню почему потому что однажды принятое когда-то решение, оно очень сильно начинает влиять на всю нашу жизнь. Если, допустим, ты когда-то решил игнорировать кого-то и не снимать трубку телефона, по любой причине, неважно, застеснялся, не было что ответить или еще что-то такое, то в дальнейшем ты, скорее всего, очень часто будешь принимать подобного рода решения. Ты будешь часто, когда тебе нечего сказать, будешь игнорировать человека, будешь не снимать трубку и так далее, и так далее, и так далее. И это может привести к не самым лучшим последствиям. Или если человек принял решение, что он плохой художник, он в дальнейшем, продолжая заниматься творческой деятельностью, живописью, он всегда будет себя ругать, он всегда будет рисовать нехорошие картины, будет рисовать картины не как выдающийся художник. Так вот, в данном случае на втором шаге просто сейчас погрузись в небольшую медитацию, я специально замедлю немного свой голос, сделаю его более мягким и подумай, пожалуйста, сейчас, какое бы решение было бы лучшим для тебя, какое решение было бы правильным для тебя, самым-самым наилучшим, самым-самым эффективным. И когда ты найдешь ответ внутри себя, какое решение было бы самым лучшим и самым эффективным, постарайся его сформулировать у себя в голове словами. Вот допустим, если в примере со случаем, когда человек перестал брать телефонную трубку, он, наверное, в голове себе начал говорить что-то. Я никогда не буду снимать трубку. А уже на втором шаге, когда мы формулируем эффективное решение, можно сформулировать его так. Я сниму трубку и скажу, что я сейчас не готов об этом разговаривать. Или теперь я буду снимать трубку и буду говорить то, что со мной на самом деле происходит. То есть вот как-то таким образом. Либо в случае с художником, теперь я буду всегда думать о себе, что я хороший, выдающийся художник, только который сейчас учится. Вот здесь очень важно сформулировать это новое решение и почувствовать себя таким образом, как будто ты умеешь принимать подобного рода решения. И когда ты почувствуешь себя уже в ресурсном состоянии, когда ты почувствуешь, что да, ты готов принимать необходимое, нужное ресурсное решение взамен старого, заикори его как-то у себя. Поставь себе своим пальчиком какое-то определенное место якорь. Можешь поставить на коленке, на бедре, я вот на груди ставлю. И подержи его какое-то время, пока ты чувствуешь вот это состояние ресурса. Это нам понадобится для продолжения проделывания этой техники. И сейчас, когда ты уже вдоволь насладился этим правильным решением, можешь отпустить якорь, просто запомни, где и с какой силой на своем теле ты его сам себе поставил. И мы переходим к третьему шагу техники. А третий шаг техники заключается в том, что тебе нужно представить свою временную линию, представить свою линию жизни. И вот точка настоящего. Ты можешь представить, как будто бы ты поднимаешься над своей временной линией и паришь, как орел. Паришь, как орел над своей временной линией. И ты видишь, там где-то впереди будущее, здесь есть настоящее, и где-то есть прошлое. Так вот, третьим шагом тебе нужно полетать над своей временной линией и вспомнить, когда ты принимал это неэффективное решение. Допустим, если это был этот художник, вот ты сейчас как птичка паришь, вот я такую птичку нарисую, вспомни. И вот, допустим, наш художник, условно говоря, вспоминает, что там пять дней назад я нарисовал картину и все равно себе сказал, что я плохой художник. Или мне там предложили какой-то проект, но так как я считаю себя плохим художником, я отказался. Видишь, какое негативное влияние могут оказывать решения. Здесь, в этом месте, нужно смотреть на себя сверху вниз, когда у тебя происходит нечто подобное, где ты руководствовался вот этим неэффективным решением. Дальше ты отметил у себя на временной линии это место, и ты передвигаешься назад в прошлое. Находишь еще какие-то случаи. Вот, допустим, этому художнику еще там предложили 10 лет назад участвовать в каком-то интересном проекте, где он мог хорошо себя проявить. Но так как он считал себя плохим художником, он этого не делал, он отказался, стушевался и так далее. Если у тебя какое-то другое решение, просто сейчас, находясь над своей временной линией, глядя на себя внизу, где ты видишь разные события своей жизни, просто постарайся заметить те места, где ты руководствовался этим своим неэффективным решением, и ты чего-то недополучал, где это было ограничивающим решением. И твоя задача так полетать над своей временной линией и найти, как тебе покажется, самое-самое первое. Ну, допустим, там, этому художнику 20 лет назад, у него там что-то случилось, он нарисовал какую-то хорошую работу, которая была выдающаяся, она всем нравилась, но она заняла там не первое место, а третье на какой-то там выставке. И в тот момент он очень старался, очень много вкладывал в это все энергии. И оказалось, что он занял третье место, и он себя назвал плохим художником. То же самое будет с человеком, который вдруг перестал брать трубку. Давай тебе, чтобы тебе аналогию. Когда ты последний раз не брал трубку? Там, позавчера. Окей. Это было эффективно? Нет. Я мог объясниться с человеком. Спускаемся дальше. Я напоминаю, что мы парим над своей временной линией. Спускаемся дальше по своей временной линии. И тут находим ряд событий, когда ты не брал трубку, и это оказывалось самым неэффективным решением. И находим какой-то самый первый случай, где ты решил что-то игнорировать, где ты решил не брать трубку. К примеру. Вот мы идем сейчас, кстати, вот в этом видео сразу с двумя примерами. И когда ты нашел вот этот свой самый первый случай, очень важно посмотреть на него вот так сверху, понять, что да, это было со мной, и возможно в тот момент времени это на самом деле было самым лучшим решением. И одна из пресуппозиций НЛП звучит следующим образом, что любой человек в любой момент времени принимает наилучшие решения из доступных у него в данный момент времени. Поэтому здесь не стоит себе ругать, просто нужно посмотреть на эту ситуацию так сверху, как будто это было действительно да, с тобой, да, это было, ну вот так получилось, да, без какого-то самобичевания. И следующим шагом, четвертым шагом, когда ты нашел вот эту изначальную первую точку, тебе нужно вернуться в это время, но не в саму эту ситуацию, где ты принял неэффективное решение, а спуститься еще ниже за 15 минут, я здесь, видишь, даже красным маркером отрисовал, за 15 минут до того, как было принято это решение. И, допустим, если бы это был тот художник, который получил третье место, ну, допустим, это момент, когда все собрались в зале, и он в предвкушении находился, и он рассчитывал на первое место, и он оказался вот в это время, за 15 минут до объявления этих результатов. Если человек, который перестал брать трубку, он тоже тут нашел какую-то свою ситуацию первую, когда он однажды перестал брать трубки, и тоже возвращается за 15 минут, ты в своем случае точно так же делаешь, нашел первую ситуацию, или как тебе кажется, ты нашел первую ситуацию, и вернись за 15 минут до того, как это происходило. И в этом случае уже нужно ассоциироваться с этим опытом, который происходил за 15 минут до того, как ты принял неэффективное решение. Ты спускаешься со своей орбиты, со своего полета, и становишься молодым собой, который принял неэффективное решение, но ты еще его не принял. Находишься в этом состоянии, еще 15 минут до того, как ты примешь неверное решение, и в этот момент, находясь вот в этой ситуации за 15 минут, воспроизведи тот якорь, который мы делали на втором шаге. Где ты уже принимаешь верное решение. Вот если бы я был тот художник, который сидит в зале в ожидании какого-то объявления результатов, и я принял решение, что я хороший художник и выдающийся. И вот с этим якорем проматываем время вперед, находимся в том моменте, и проживаем этот опыт уже ассоциирован, но уже с ресурсным якорем, но уже с правильным решением. И вот тут нашему художнику объявляют, что он занял третье место, и тогда он неосознанно назвал себя плохим художником, а сейчас он с ресурсом, сейчас он с пониманием, что он хороший художник, что он выдающийся художник. И он уже с этим ресурсом переживает эту ситуацию по-другому. То есть, он как бы перепрошивает, перепроигрывает эту всю историю. Дальше с этим же ресурсом, когда прошла эта ситуация, идем дальше по тем ситуациям, которые ты уже себе отметил на временной линии. Там 10 лет назад у него какая-то была, он опять уже идет с этим ресурсом, что я выдающийся, я хороший художник. Там 5 лет назад. И приходим с этим решением, это шестой шаг. Мы проходим уже ресурсным якорем с эффективным решением вплоть до настоящего. И в точке настоящего мы продолжаем держать ресурсный якорь, ощущая и осознавая, как бы совершенно могла по-другому сложиться твоя жизнь, если бы ты принял новое правильное ресурсное решение. То есть, ты сейчас, когда стоишь уже в точке настоящего, когда ты мысленно себя провел через все эти отрезки своей жизни, ты стоишь и думаешь, о да, если бы я принял такое решение, что я выдающийся, или что я теперь буду брать трубку и обозначать то, что мне нужно, моя жизнь бы играла совершенно новыми красками. И здесь, находясь уже на шестом шаге, в настоящем, удерживая этот ресурсный якорь, проиграй немного свою жизнь вперед. Проиграй те ситуации, которые потенциально могут в будущем с тобой случиться, где ты уже будешь принимать правильные решения. Это называется интеграция. То есть, когда ты уже проиграл весь свой прошлый опыт с ресурсным якорем, с ресурсным решением, и проиграй еще в будущее, где ты потенциально мог бы столкнуться с подобными неэффективными своими стратегиями, проиграй их уже в ресурсе. Проиграй их уже в ресурсе, ты проиграл, отпускаешь якорь, и все. Остается теперь тебе только ждать позитивных результатов, позитивных изменений. Это очень крутая техника, это очень ресурсная техника, начинает действовать буквально мгновенно, если все верно, по шагам, правильно сделал. Здесь самые сложные шаги, на самом деле, это первый, вспомнить это решение, которое я принял, которое я часто использую в каких-то ситуациях, и второе, это выработать вот это ресурсное новое решение и заикорить его, чтобы оно действительно было для тебя ресурсным. И дальше уже все по механике, по методике, проходишь по шагам временную линию, находишь какие-то случаи, которые у тебя ассоциируются с этим неверным решением, потом находишь случай, который за 15 минут до того случился, как ты принял неверное решение, и потом проигрываешь все вперед, вплоть до настоящего, и уже подстраиваешься под будущее. Эта техника очень круто работает, я ее очень часто использую в работе со своими клиентами, очень часто использую даже в работе с самим собой, когда прошу кого-то меня провести как специалиста, я прошу, давай разрушить ли решение, вот есть решение, которое нужно разрешить. И это прям работает просто невероятно. Ты просто действительно уже в дальнейшем начинаешь принимать другие решения, и твоя жизнь становится совершенно другой, совершенно ты по-другому начинаешь действовать и взаимодействовать с другими людьми. На этом у меня сегодня все, с тобой был Юрий Пузыревский, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok